Здравия, друзья! С вами Шевченко Александр, и это очередное видео на канале Академии Счастья. Я желаю каждому добра и гармонии. Этот канал создан для того, чтобы каждый мог получать ценные и важные данные для улучшения качества жизни. Сегодня поговорим о любви к себе, о том, почему это важно. Потому что многие люди понимают под словом «любовь» что-то свое. Кто-то говорит о том, что я люблю другого человека, я люблю жизнь или я люблю себя. Но вот что вкладываем мы в это «люблю»? Для меня «люблю» — это когда я могу понимать и принимать нечто. То есть когда действительно есть такое ощущение близости. И я зачастую вместо слова «любовь» как раз использую это слово «близость». Потому что чем ближе я могу быть собой, с другим, со Вселенной, тем больше у меня любви. Любовь, она может трактоваться как что-то такое, когда человек хочет владеть чем-то или управлять. Но сейчас я говорю не об этом. То есть это не что-то, что дает вам возможность безраздельно владеть или говорить другому, что ему думать или делать. Любовь в данном случае — это как принятие, как близость. Вы наверняка замечали о ценности, о том, что когда вы, например, полностью искренне с самим собой, наступает вот такое состояние целостности, состояние гармонии, радости и счастья. И вот когда это состояние наступает, реально, вот я чувствую себя очень, очень как бы здорово. И в этом состоянии наступает такой животворящий поток прямо. Ну то есть хочется делать, хочется творить и действовать вот во благо. И когда это состояние есть, то его ничего не заменит, никакие другие вещи. То есть тут не заменят его какие-то внешние факторы или ощущения. Поэтому когда я говорю, что мне достаточно быть в этом состоянии, быть в нем, дарить его другим, то я не шучу, я не обманываю. И я хотел бы, чтобы каждый человек был в этом состоянии. Потому что когда, знаете, говорят, что нельзя помочь другому, это отчасти, конечно, правда, отчасти нет. Помочь-то можно, но помочь — это как усиление мощности, сделать его мощным. Если человек хочет прийти в хорошее состояние, то я готов предоставить руку помощи. То есть я готов направить его и сделать ему процесс, который поможет ему в этом состоянии. То есть поможет ему достичь этого состояния, состояния покоя, радости и счастья. И тогда у человека действительно проявляется любовь к себе, любовь к другим людям. И он начинает по-настоящему любить жизнь. И когда я это вижу, когда я это чувствую, то с такими людьми, например, происходит максимальный контакт, максимальное взаимодействие. Но начинаем, как обычно, к любви к себе. И тут еще важно понять, что значит «к себе», кто такой «я». И вот на этот вопрос тоже можно получить ответ с помощью процессинга. Потому что зачастую мы считаем собой, и такая некоторая тавтология, нечто, как какие-то суждения из ума. То есть можно считать себя, например, своей профессией, своим именем или еще какими-то умственными суждениями. Но настоящее понимание себя наступает тогда, когда человек действительно осознает, кто он. А это происходит, когда мы делаем процесс, человек переживает какие-то ощущения, у него уходят те заряды, которые сковывают его, которые мешают понять себя, мешают проявить любовь к себе. И когда эти заряды отступают, человек действительно понимает, кто он по-настоящему. И вот я, например, занимаюсь процессингом уже около 20 лет, и я понимаю, что это та вещь, которая реально позволяет принять и полюбить себя. И вот когда принял и полюбил себя, то наступает уже второй этап – принимать других людей такими, какие они есть. Поэтому я, когда говорю о любви, я говорю о принятии, о том, что каждый человек может быть целостным и может быть честным, искренним с друг другом и с самим собой. И тогда наступает вот новая эра, эра новой цивилизации. То есть старая эра лжи отступает. И это не какая-то утопия, это действительно то, что возможно прямо сейчас, потому что время – это просто суждение. И все происходит, можно сказать, одномоментно. То, что мы считаем прошлым – это картинки нашего ума. То, что мы считаем будущим – тоже картинки нашего ума. Одно – это просто точная копия, как Фоксимили. А второе – это модель, то, что мы помещаем в будущее. Поэтому, друзья, на самом деле из любой ситуации есть выход. То есть выход всегда есть, и любую проблему можно решить. Самое главное – это желание человека справиться с этим. И в этом я как раз и помогаю. Я выступаю как проводник, который помогает человеку, проводит его за руку и дает ему возможность пройти через это. То есть делает жизнь насыщенной, свободной и яркой. То есть это не обучение счастью, не обучение любви. Потому что на самом деле этому можно обучиться, точнее почувствовать самостоятельно в результате процессинга. И вот как раз в этом я и помогаю. То есть мы выбираем время, день, выбираем, скажем так, несколько часов свободного времени, чтобы мы могли полностью погрузиться и пройти через это. Это индивидуальная практика, которая реально помогает человеку в том, чтобы стать, почувствовать себя как сознание, как духовное существо. То есть он может найти в себе те ресурсы, которые были скрыты у него, потому что он подавлял самого себя. Он подавлял себя с помощью своего разума. И вот это и открывается как любовь к себе. То есть действительное состояние радости и счастья, покоя, умиротворения и гармонии. И поэтому, когда человек чувствует это, это и есть просветление. Настоящая, реальная любовь к себе. Поэтому я, друзья, вас искренне приглашаю на процессинг, для того, чтобы вы почувствовали себя, почувствовали эту любовь к себе. И тогда вам захочется любить других. То есть все проблемы, все вот эти состояния, они как раз происходят из-за того, что человек теряет любовь к себе, теряет принятие. И тогда уже теряется все другое. Потому что внешнее мы воспринимаем в любом случае через призму своего ума. Через те, скажем так, отклонения, которые он вносит. И внешнее, и внутреннее – это все части единого целого. Поэтому, когда мы чувствуем целостность, когда я чувствую целостность, то мне хочется другого впустить в себя, обнять. Это происходит как на физическом уровне, так и на психическом, и на духовном. Поэтому, друзья, я искренне желаю, чтобы каждый мог полюбить себя и быть в таком благостном состоянии, помогать другим людям тоже познавать и любить себя. Для этого я и создал проект Академии Счастья. Вы можете увидеть все ссылки в описании к этому видео. И, конечно, буду рад, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями и близкими. На этом, друзья, я на сегодня хочу завершить. И пожелать вам всего самого наилучшего – осознанности, гармонии, радости и счастья. И увидимся совсем скоро в следующем видео. До встречи!